Приветствую всех на канале Бажаниты Омской области с вами я и ведущий Влад. Кому было интересно. Продолжаю я заниматься ремонтом. Хотелось бы все это сделать за день-два, но не получается. Жизнь вносит свои коррективы. Мы предполагаем, Бог располагает. Тут пожар, одно, другое, третье. Все наложилось. Скоро техосмотр, срочно нужно отремонтировать трактор, поставить его на ход на колеса. Был в гостехнадзоре. Кричат, чтобы все была техника, все готово на месте. Приехал. Короче, срочно заканчиваю с ремонта. Показываю, что я делал. Поближе подойди. Значит, тут были шпильки родные на 14. Шпильки, значит, где в двух местах были обломаны шпильки. Значит, целый день мучился, высверливал шпильки. Потом, значит, подумал, что сделать. Взял, купил, на меня показать. Купил шпильки на 16. Одна шпилька стоит 80 рублей. Значит, здесь 10 шпилек. Я поменял из 10 5. Почему? Потому что остальные шпильки были целые и нормальные. Значит, на направляющих есть, конечно, люфток, но, я думаю, должно подтянуться. Посмотрим, как оно будет получаться. Значит, шпильки с мелкой резьбой на полтора. Взял сразу метчик, тоже где-то 230 рублей. Взял сверло на 14. Современные сверлы. Сейчас я вам покажу. У меня вот такие сверлы были. Я взял вот такое. Сверлит, конечно, оно хорошо, но сильно хрупкое. Буквально чуть-чуть, чуть зажало, сразу откалывается. Ну, не знаю, как точить. Я, наверное, сам не смогу наточить. Советское лучше. Значит, итого, поменял я 5 шпилек. Вот таких шпилек поставил. Значит, шпильки 70-70 миллиметров на 7 сантиметров. Вот с этой стороны покажи. Вот так. Шпильки получились длинные. Чтобы они не выпадали, вот с этой стороны, значит, я нарезал резьбу с этим метчиком. И чтобы шпильку выровнять по длине, чтобы она потом не откручивалась, не двигалась, значит, поставил тоненькую гаечку, низкую, подложил шайбочку. В общем, таким образом пытаюсь вылечить геморрой. Тесараковский. Как оно будет в дальнейшем, не знаю. Ну, так-то я все приготовил. А, еще забыл. Значит, бежало масло с бортовой. Значит, масло бежало, в общем, стоит на полуоси, внутри два сальника. Диск. И там стоит два сальника. Значит, сальник, сальники, в принципе, были нормальные. Но в одном месте, значит, как бы это, уже начал поднашиваться. Поэтому от него бежало масло. Вот здесь вот, там вот прокладка тоже была порванная, паранитовая. Поменял прокладку, размазал все герметиком. Как что будет дальше продолжаться, какой результат, неизвестно. В общем, буду сейчас пытаться поставить бортовую. Это я показывать не буду, потому что нет времени. Короче, у кого какие были замечания или соображения, кто этим уже занимался, пишите комментарии, делайте мне замечания. Кому информация была полезна, ставьте плюсы. Кому не понравилось, ставьте минусы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok